Диалог с бизнесом. Предпринимателям рассказали о мерах поддержки в период пандемии. В режиме повышенной готовности, как ликвидируют последствия подтоплений. Надень маску. Представители партии «Единая Россия» призвали серпуховичей соблюдать новые требования. В администрации муниципалитета сегодня прошла онлайн-конференция с представителями малого и среднего бизнеса при участии сотрудников банка. Говорили о мерах господдержки предпринимателей, обсуждали частные вопросы работы в новых условиях. Подробности в нашем сюжете. Представитель Сбербанка, специалист по обслуживанию юридических лиц Ирина Феклистова рассказывает участникам видеоконференции о мерах господдержки и возможном кредитовании на льготных условиях. На связи заместитель главы администрации Серпухова Елена Ситракова, предприниматели, бухгалтеры, руководитель бизнес-инкубатора. Любовь Воронова спрашивает и от себя лично, и от лица тех, кто не успел присоединиться к видеоконференции. Могут ли отказать предпринимателю в получении кредита по причине несвоевременной выплаты по займу в прошлом, тем самым лишая его государственной поддержки? Представитель банка обещает разобраться в вопросе индивидуально, учитывая кредитную историю конкретного клиента. Вопросы возникают и у заместителя главы администрации. Проект заявлен у Сбербанка 1,3-1,3-1,3. Вот данным проектом могут пользоваться клиенты вашего банка, либо если вот кто-то услышит, но не является клиентом вашего банка, они могут прийти и воспользоваться данным проектом? Смотрите, данным проектом пользуются клиенты нашего банка. То есть это как таковая реструктуризация по действующему кредиту только с определенными условиями, одна треть. То есть некая субсидия на погашение процентов? Всё верно. Можно ли из полученных денег оплатить аренду помещения? Как подтвердить целевое использование средств? Не будет ли слишком большой сумма страхования по кредиту? Вопросов у предпринимателей немало. Кроме финансовых моментов, обсудили тему возобновления работы объектов розничной торговли и сферы услуг. Директор бизнес-инкубатора интересуется от лица самозанятых, работающих в одном помещении с общим входом. Нужно ли каждому предпринимателю, самозанятому, иметь тепловидер, журнал, ну, скажем так, какие-то ещё дополнительные требования? Или достаточно это иметь арендодателю, который берёт на себя контроль за выполнением этих требований? Оказывается, дублировать друг друга не обязательно. Собственник помещения может взять функции контролёра на себя. Подобные видеоконференции на актуальные темы с предпринимателями проводятся администрацией городского округа регулярно. Трава не кошена, мусор разбросан, ворота гаражей разрисованы. Эти нарушения выявили административная комиссия и Госсадомтехнадзор в ходе объезда гаражно-строительных кооперативов. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия. Гаражно-строительный кооператив «Жигули» на Окском шоссе. Трава здесь по пояс, а в ней хорошо замаскирован мусор, пластиковые бутылки, грязная одежда. Часть металлических ворот разрисованы граффити. Административная комиссия фиксирует нарушения. Фотографирует, измеряет высоту зеленых насаждений. Она выше 20 сантиметров. Один из владельцев гаража интересуется, что нужно исправить, чтобы передать председателю ГСК. Уверяет, что все владельцы – люди ответственные и до штрафа в дело не дойдет. Мы будем вызывать председателя данного ГСК и дальше уже смотреть, если будут нарушения устранены, это смягчающий показатель. Уже дальше будем выезжать, проверять, смотреть. Рядом гаражи ГСК «Сигнал». Тоже разрисованные ворота, высокая трава вокруг, а еще горы строительного мусора. Отсутствует порядок и на территории ГСК «Гудок». Закон о благоустройстве Московской области четко прописывает норматив. Не менее пяти метров от границы земельного участка – это все зона ответственности ГСК. Председателям будут направлены уведомления об устранении нарушений примерно в недельный срок. В случае игнорирования требований административной комиссии наложения штрафов. За граффити, например, придется заплатить от 10 тысяч. Ненадлежащее содержание территории данная ответственность предусматривает статью 6.11. Часть 1 Кодекса об административных порушениях Московской области. Данная статья предусматривает такие наказания, как предупреждение, в том случае, если данные нарушения устранены, либо, соответственно, штраф. На юридических лицах, а ГСК является юридическими лицами, предусмотрен штраф от 50 тысяч рублей. Отдельный вид нарушений – использование гаражей не по целевому назначению для предпринимательской деятельности, в частности, для торговли и услуг шиномонтажа. Здесь уже штрафы посерьезнее. Напомню, требования по содержанию земельных участков, на которых расположены гаражи, предъявляются к собственникам, либо арендаторам земельных участков, а при их отсутствии – к пользователям. Таким образом, даже если объекты не оформлены, обязанность по их содержанию возлагается на владельца гаража при наличии сведений о нем. Если владелец не установлен, то вся ответственность на ГСК. Это территория ГСК «Северный», «Москвич», «Октябрь-1» и «Октябрь-2». Все они расположены на северном шоссе. Здесь чувствуется хозяйская рука. Уже трава окошена, рисунки на фасаде закрашены. У одного из гаражей даже клумба с цветами. Нареканий к содержанию территории ГСК «Сеней» тоже у комиссии нет, только к владельцам машин, стоящих на зеленой зоне. Рейды у нас происходят на еженедельной основе. Выезжаем, проверяем, приглашаем к себе для выяснения обстоятельств по данным административным правонарушениям. И уже многие председатели устраняют данные нарушения. Сегодня специалисты ГОСАДом технодзора и административной комиссии объехали 6 ГСК. Работа по выявлению нарушений и исправлению их будет продолжена. В режиме повышенной готовности, чтобы не допустить подтоплений, спасатели Юпитера продолжают очищать водоемы от мусора. Сегодня экстренные службы работали на плотине в поселке Пролетарский. Вместе с дежурной бригадой убиралась и наша съемочная группа. Гидротехнические сооружения должны работать без сбоев. Аварийная ситуация на плотине недопустима. Поэтому спасатели чистят водоемы от мусора. В рамках исполнения постановления главы городского округа о введении режима повышенной готовности, в связи с обострением поводковой ситуации, в целях профилактики, аварийно-спасательная служба Юпитер проводит чистку гидротехнических сооружений на водных объектах. Это плотина в поселке Пролетарский. Спасатели из Юпитера убирают топляк, поросль, мусор, ветки деревьев. Работы дежурной бригаде предстоит еще много. Мы занимаемся очисткой водоема в связи с тем, что происходит забивка плотины, которая может привести в последующем к ее засору. А это грозит подтоплением ближайших территорий. Паводка и ситуация под особым контролем муниципалитета и экстренных служб. Гидротехнические сооружения и плотины спасатели обследуют ежедневно, как и чистят водоемы. Для граждан, которые будут отдыхать на этой территории и на этом водоеме, попрошу не засорять природу, которая возле водоема, и вообще не засорять природу. И еще хочу всех предупредить. В связи с тем, что еще остался мусор и плотина не очищена, пляжный сезон еще не открыт. Гидротехнические сооружения спасатели приводят в порядок по мере их загрязнения. На данный момент они очистили от мусора уже две плотины. Стихия разгулялась. В первые дни июня на Подмосковье обрушились проливные дожди и ураган, в результате которых оказались подтоплены дома, дачи, парковки, размыты дороги. Как противостоят силам природы, ликвидируют последствия имеющихся подтоплений в городском округе Серпухов, расскажем далее. Тут настолько подтопилось, что мы даже не ожидали. Первыми в округе о своей беде в администрацию сообщили жители Фенина Сидоровы. Их деревенский дом, расположенный в низине, буквально поплыл. Спасатели службы Юпитер сработали оперативно. Ввиду большого количества осадков, которые выпало за прошедшую неделю, вышли из берегов ручей, небольшая дамба была, подтопление произошло небольшой территории, было выявлено причины этого подтопления, привлечены силы и средства для ликвидации последствий. Дамба была раскопана, вода ушла. Как сообщил начальник территориального отдела Васильевский, сегодня дома ничего не угрожает. Сухо даже в подвале. А в поселке Большевик из-за обильных осадков под водой оказалась теплотрасса. Из-за этого подтопило тротуары. Рабочие МОЗ Автодора с утра начали чистить кюветы. Силами производственного комплекса осуществляется прочистка вододонодных каналов. То есть чистим трубы водопропускные на съездах, тем самым ликвидируем подтопление тротуаров и пешеходных дорожек. Как видите, вода уже ушла. Однако, пока не удается решить проблему с подтоплением дороги у деревни Рудакова. Там идет вода через проезжую часть поступает. Рядом находится пруд. Собственник вывел трубу выше. И получается, водосброс идет на нашу дорогу. Сотрудники МОЗ Автодора держат под контролем ситуацию. Собственник пруда обещал устранить подтопление дороги к завтрашнему дню. В противном случае ему грозит административная ответственность. За предыдущие сутки поступали сообщения о подтоплении от людей, проживающих в СНТ. Все обращения находятся под контролем служб администрации округа. Последствия устраняются. Более 6 тысяч масок раздадут в Серпухове активисты местного отделения партии «Единая Россия». Сегодня жителям и гостям округа их раздавали на привокзальной площади. Акция инициирована в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Добрый день. Масочки носите. Будьте добры. Спасибо. Одно из самых оживленных мест в городе сегодня посетили активисты местного отделения партии «Единая Россия» совместно с ребятами из «Молодой гвардии». Железнодорожная станция была выбрана, потому что здесь большое скопление людей постоянно. Здесь у нас на ЖД-станции автобусы приезжают, и электрички с Москвы, и очень много народу. Поэтому именно эта точка сегодня была выбрана. С 12 мая на всей территории Московской области был введен обязательный масочный режим. На улицах города, в продуктовых магазинах и супермаркетах человека без маски встретить было сложно. Кажется, что меру, помогающую сохранить здоровье свое и своих близких, соблюдать совсем несложно. Почему же возникла необходимость в акции по раздаче масок? Это не впервые. Партия уже проводила такую акцию. Она была и в мае. Но сейчас, потому что сейчас масочный режим продолжается, но люди не соблюдают. Поэтому решили выйти и напомнить, что масочный режим еще никто не отменял. Быть может, маска и мешает ощутить дуновение теплого летнего ветра на лице. Но люди, ежедневно сталкивающиеся с риском заражения, уверены в необходимости ее ношения. Когда в автобусе, то нормально, когда одевают. Они вроде, даже если сами заражены, по крайней мере, какую-то часть удерживает эту маску. Да, спокойнее. Да, одевают прям маски, достают от куза, из сумочек. Лучше, конечно, чтобы они были у всех. Акция местного отделения партии «Единая Россия» про сдачу масок населению продолжится. Жители городского округа получат 6 тысяч барьерных средств защиты. Правила по предотвращению распространения коронавирусной инфекции соблюдать несложно. Берегите себя и своих близких. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Следите за нашими новостями в сети интернет, на нашем сайте, на официальном сайте администрации, в социальных сетях. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!